всем привет сегодня мы будем готовить пирог на чередование это пирог на основе овсяных отрубей творога яиц и сегодня мы добавим морковь если вы будете это делать пирог на атаку морковь не добавляйте и будет такой же замечательный пирог но с морковью это необыкновенно вкусно что нам нужно сделать почистить морковь и натереть на мелкой терке вот на такой поехали морковь потерли разбиваем сюда яйца выкладываем творог чайная ложка разрыхлителя вы постарайтесь чтобы разрыхлитель вот так вот попал на творог чтобы пошла реакция теперь мы сюда добавим пол чайной ложки соли вот так творог перемешайте с разрыхлителем чтобы уже у вас пошла реакция и все вот так вот яйца творог морковь все хорошо перемешайте что все соединилась. И теперь мы сюда выкладываем наши отруби. Если у вас есть время, вы можете в таком виде, чтобы у вас тесто постояло 30-40 минут. Если нет, можете сразу выкладывать. Хорошо, тщательно перемешиваем. И в общем-то все, тесто готово. Так, форма у меня здесь 25 на 22. Я ее застелю пергаментом, которую смажу растительным маслом. Вот смотрите, когда укладываете пергамент, он достаточно сложно укладывается, поэтому нужно что сделать? Вот так вот взять водички, намочить и вот таким образом безжалостно этот пергамент скомкать. Или скомкать. Учителя русского языка есть в эфире. Все. Вот так получается она такая мягкая бумага. И уже без проблем вы ее укладываете в форму без особых усилий. Вот так. Теперь я форму, ой форму, бумагу смажу растительным маслом. Вы знаете, вот у меня вот такая баночка, это вот в течение дня, когда на атаке, на чередовании, вот такая баночка у меня всегда под рукой. Просто смазать сковородку, потому что если вы будете наливать масло, вы можете плескануть больше, чем надо. А вот так вот и в конце дня баночку помыли, кисточку помыли и все. И на следующий день новенькая. Смазываем тщательно, хорошо, чтобы ничего не прилипло. Вы знаете, я еще добавлю один ингредиент. Это сейчас мне на ум пришло. Вот столовую ложку растительного масла. Не хотите добавлять, не добавляйте. Еще раз тщательно перемешиваем и выкладываем в форму. Разровняйте ровненько. Постарайтесь, чтобы пирог ваш был одной толщины. Тесто достаточно такое, ну, густое. Если вы хотите, чтобы у вас был пирог пикантный, добавьте сюда приправы. Травки, приправы. Можете немножко лук поджарить, добавить. И он получится такой, ну, прям пирог весной. Все. Духовка разогрета заранее до 180 градусов. Ставим сейчас на 30 минут. Пирог простоял 35 минут. Теперь нужно, что сделать? Его перевернуть на другой противень или силиконовый коврик. И аккуратно снимаем бумагу. Не дергайте. Если вы прям вот резко снимете, то тогда кусок теста снимется вместе с бумагой. Очень аккуратно, не торопитесь. Все снимается, не переживайте. Аккуратненько. Ну, вот в одном месте он у меня так тревик. Вот так. И теперь этот пирог мы поставим еще на 10 минут в ту же духовку с той же температурой 180 градусов. Пирог готов. Что нужно сделать? Нужно его перевернуть на решетку. Вот так. И пусть он на решетке полностью остынет. Смотрите. Кто досмотрел, это будут чебуреки, так называемые. Хватит. Смотрите. Нет, есть. Ну да, я сниму рецепт. И еще. Леша все переживала, что у нас что-то шумит. Шумит у меня индукционная плита, потому что там готовится холодец. Последний в этом сезоне. Вот, смотрите. Вот такой пирог получился. У меня сегодня вот такой перекус. Это свекольная икра. Рецепт будет под видео. Мы уже снимали его. И вот таким образом. Это просто необыкновенно вкусно. Это очень вкусно. Приготовьте обязательно. Вы можете его к чашечке кофе. Вы можете там какой-то плавленый сырочек нежирный сюда сверху намазать. Вот просто он как самостоятельный такой пирог. Очень-очень вкусно. Я просто призываю всех приготовить. Если будете готовить, поставьте какой-нибудь отзыв. Мне будет очень приятно. Всем приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok